Эта верфь Блум энд Восс. Она находится в Гамбурге, в Германии. Здесь строят супер яхты. Компания была основана почти 150 лет назад и всегда специализировалась на самых масштабных и эксклюзивных проектах. Сто лет назад они построили 136-метровую яхту Саварона, которая была передана Ататюрку. В 1934 году они построили яхту для Гитлера. Здесь строят свои яхты дубайские шейхи, а также олигархи Абрамович Смельниченко. Здесь же их всех и обслуживают. Но утром 19 января 2022 года здесь было неспокойно. Управляющим пришло письмо. Одну из яхт, которую здесь прямо в тот момент ремонтировали, нужно было срочно вернуть владельцу для перегона в Россию. Никаких объяснений. В письме лишь сказано, что владелец яхты всем очень недоволен. Ремонт, который должен был длиться еще год, экстренно в панике сворачивают за 12 дней. Члены экипажа, которые жили тут, в Гамбурге, выезжают из съемных квартир, расторгают контракты на мобильную связь, отменяют страховки. И главное, яхта вообще не готова. В надводной части есть отверстия, которые надо закрывать щитами. Камбуз, каюты и руль с винтом надо собирать. На борт просят погрузить максимум оборудования, шпаклевки, краски, все, что только можно. И яхта не может идти своим ходом. Ее будут буксировать. Безумие. Логистический триллер. Специальная эвакуационная операция, которая не имеет на первый взгляд вообще никакого смысла. Ни для кого, кроме одного человека. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Единственного человека, который точно знал день, в который начнется война. Яхту буксируют в Калининград. Ближайшее место, где она будет в безопасности. Речь идет о яхте Грейсфулл. Эвакуировали из Германии ее. И это яхта Владимира Путина. Который прекрасно понимал, что будет первым, чье имущество попадет под санкцию и будет заморожено из-за войны. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке эвакуационных пунктов за оперативность. Перед тем, как мы покажем вам эту яхту изнутри, изучим вместе эксклюзивные фотографии и планы, и расскажем, как проводит свой отпуск президент воюющей страны, давайте разберемся с исторической частью. А то, мало ли, может быть, вы запутались в морских яхтах скромного чиновника Владимира Путина, зарабатывающего 850 тысяч рублей в месяц и декларирующего две Волги, Ниву и Прицепский. Всего больших морских яхт у Путина три. Самую первую яхту под названием «Олимпия» ему подарил в 2002 году олигарх Роман Абрамович. Это взятка, грубейшее нарушение закона. Смешно сейчас такое говорить, но по закону Путин должен был уйти в отставку просто по факту получения вот такого подарка. «Здрасте, приехали». Яхта «Олимпия» была длиной в 57 метров и стоила 50 миллионов долларов. Оформлена она, естественно, не лично на Путина, а на офшор Скаймановых островов. В 2011 году «Олимпия» была замечена возле дворца Путина под Геленджиком. Ее там охраняли 200 рожавых корабля. Между яхтой и дворцом курсировали катера с пассажирами. Вторая яхта Путина – это как раз «Грейсволл». Означает изящная. Ее начали строить в 2006 году на заводе «Севмаш» в российском Севердвинске. Правда, построили ее там не всю, а только часть корпуса. А потом ее отправили достраивать в Германию. Там же спастили на воду в 2014 году. Эта яхта стоит в два раза дороже Олимпии – 100 миллионов долларов. Ее длина составляет 82 метра. Журналисты раскопали, что эта яхта бывала в Сочи примерно в то же самое время, что и Путин. Но тут надо честно сказать, что вот железобетонных доказательств, что это путинская яхта, никогда не было. До сегодняшнего дня. Третью, свою самую роскошную яхту – «Шехерезаду» Владимиру Путину построили в 2020 году. И это, конечно, совершенно другой уровень. 140-метровая «Шехерезада» стоимостью без заделки в 700 миллионов долларов стала одной из самых больших и роскошных яхт в мире. Внутри настоящий плавучий дворец. Танцпол, превращающийся в бассейн, буквально аквадискотека. Подвижный бильярдный стол, который позволяет играть, когда яхта качается на волнах. Яхтенный рояль, бесконечная супердорогая мебель, везде золото. Даже держатель для туалетной бумаги на яхте золотой. «Шехерезада» – это, безусловно, жемчужина, выдающийся экземпляр. Ее строили в такой секретности, что несколько лет никто даже не мог предположить, кому она принадлежит. На то, собственно, и был путинский расчет, что никакой арест «Шехерезаде» не грозит. Потому что она так запутанно оформлена, так замаскирована, что никто ничего в жизни не докажет. А потом мы взяли и доказали, что яхтой управляют россияне, что на ней служат офицеры Федеральной службы охраны. Те же самые люди, которые работают в путинских резиденциях. «Шехерезаду» арестовали. Она уже больше года стоит там, где я ее видел в последний раз. В порту Марина де Карара в Италии. Она обречена. Правоохранительные органы Испании, Италии, Германии и Финляндии провели уже свое собственное расследование. И установили, что «Шехерезада» — это подарок в складщину для Владимира Путина от друзей-олигархов. А за сбор денег отвечал путинский друг Геннадий Тимченко. Ну, в общем, утеряна яхта. И что в такой ситуации Путину остается? Ну, руками развести. Ты начал войну? Да, мы делаем это. Но кто начал? Ты уничтожаешь соседнюю страну. И пути назад уже нет и не будет. Какая яхта? Не до яхт уже. Вместо яхт теперь демилитаризация, деноцификация и священная военная операция. Для нас началась священная война. Не СВО, а священная военная операция. Но у Владимира Путина в голове все устроено по-другому. Приоритеты, знаете ли, другие. Сказки про священный долг перед Родиной, про защиту Отечества — это для вас. Проремни, которые надо затянуть, вы затягиваете. А Путин? Путин не может жить без яхты. Ну, вот просто буквально немыслимо для него это. И когда одну яхту он потерял из-за санкций, он просто безотлагательно начал строить себе другую. Для всех российских кораблестроителей это очень серьезная, большая задача. 17 июня 2023 года. Санкт-Петербург. Парк 300-летия города. С торжественной сцены актер Егор Бероев проникновенно читает стихи Пушкина. Играет оркестр. Красуйся, град Петров, и стой, неколебимо, как Россия. Зрители в восторге. Это церемония поднятия гигантских, почти полтонный весом флагов на высоту 180 метров. Один российский, один советский, а один вообще имперский. Но главный зритель не перед сценой. Он наблюдает за всем издалека, с воды, с небольшой яхтой. Как проникновенно он слушает гимн. Вы только посмотрите, какая съемка. Кажется, что Путин думает сразу о всех проблемах России одновременно. Он озабочен судьбой Родины и тем, как ее спасти. Но, скорее всего, Путин просто думает, когда уже этот странный ритуал поднятия флагов закончится, и он сможет уйти. Ведь совсем недалеко. Вот тут. Просто нужно повернуть голову. Можно найти то, что Владимиру Путину интересно действительно. В этот порт буквально недавно прибыла его новая, ну почти, личная яхта. Прибыла после сложнейшего и очень большого ремонта. На период проведения Петербургского международного экономического форума обновленная Грейсфул пришла из Калининграда в Санкт-Петербург. И хозяин, наконец-то, сможет принять работы. Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие. Итак, я думаю, вы догадались, в чем схема. С потери Шехерезады Владимир Путин остался без яхты, что для него немыслимо. Пока одни чиновники занимались реализацией больных фантазий Путина по захвату Украины, придумывали как бы мобилизовать и отправить в мясорубку побольше обычных людей, другие озадачились тем, что Владимиру Владимировичу больше не на чем рассекать по черноморским волнам. Новую яхту построить занимает 3-4 года минимум. В России, учитывая санкции, технологически сделать это просто невозможно. Ну, не научились в великой державе строить яхты еще. Были заняты импортозамещением гвоздей. Для меня, например, было неким открытием. У нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь трех раз. Мы даже гвозди сами не производим. А яхта нужна сейчас. Поэтому решили взять старую яхту Путина и на ее базе сделать новую. На ней была затеяна масштабнейшая реконструкция. Полный ремонт и оснащение, соответствующее растущим запросам хозяина. Вот 145-страничная ведомость ремонтных работ. Там огромный список. Полная перекраска корпуса. Замена покрытия вертолетных площадок и палуб. Установка лежаков и солнцезащитных зонтов. Ремонт мебели, полировка мрамора, модификация аудиозоны сауны, работа по лифтам, бассейну, джакузи. И самое важное. Строительство и оснащение новой каюты для хозяина. А стоимость? Стоимость, смотрите. Выставленные счета очень впечатляют. Не видели таких сумм со времен знаменитого дворца Путина. Деревянные изделия на 240 миллионов рублей. Диван за 4 миллиона рублей. Механизм откидывания спинки для него, между прочим, поставляется отдельно. И стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Ковры обошлись еще в 6 миллионов. Есть журнальный столик почти за 8 миллионов. А установка двухпалубных каминов обошлась в 10 миллионов рублей. Есть еще французское вино. 3 миллиона рублей. Ну и один из самых сложных пунктов работы. Установка специализированного морского сооружения для организации пляжного и морского отдыха. Даже шифр свой у этой штуки есть. Проект Олимп. Олимп стоит аж 208 миллионов рублей. Это точно что-то сверхсекретное и сверхтехнологичное. Ведь проектирует сооружение Центральное конструкторское бюро морской техники Рубин, которое специализируется на строительстве подводных лодок. Бюро Рубин 110 лет. Именно здесь были спроектированы все российские подводные лодки, принимавшие участие в обеих мировых войнах. Заинтриговало? Смотрите. Это бассейн. И вот как он выглядит. Это такой морской бассейн, который стыкуется к яхте, и в нем можно как бы одновременно плавать в море, но при этом находиться в пределах бортиков. Сегодня коллектив Рубина выполняет поручения президента. Сооружение гигантское, 85 метров в длину и 25 метров в ширину. В техническом задании прописана зона эксплуатации, побережье Черного и Азовского морей. А также самая важная вещь. Дно бассейна должно располагаться на трехметровой глубине и быть в виде сетки, чтобы защитить купающегося от морской флоры и фауны. Рыб Владимир Путин, оказывается, тоже боится. Ну кому это понравится? Кому это понравится? Общий бюджет яхты со всем ремонтом и развлечениями только на 2022 год составил 32 миллиона долларов. Или по нынешнему курсу почти 3 миллиарда рублей. Еще раз, шла война. Нищим людям предлагалось идти убивать украинцев за деньги, а потом, когда убивали их самих, ну, увы, скиньтесь на похороны. Половину страны заставляют собрать деньги на трусы и носки мобилизованным, мастерить окопные свечи. А человек, который начал эту войну, тратит 3 миллиарда просто на ремонт и закупки для яхты. Ладно, тут кто-то из наших зрителей может остановить нас и сказать, ну, ребят, какой Путин? Какой столик журнальный за 8 миллионов? Какой плавучий бассейн? Вы нам показываете, мол, какую-то чужую яхту, может быть, какого-то олигарха или суперзвезды. Почему мы вам должны вообще верить, что это Путин, ум которого, по идее, занят только раздумьями о войне и судьбах мира? Может быть, кто-то другой хочет купаться так, чтобы морская флора и фауна не щекотала ему пятки? Согласны. Доказываем пятью разными способами. Первое. Яхта до недавнего времени была оформлена на офшор с британских Виргинских островов, записанный на другой офшор. Конечный бенефицар схемы Петр Колбин, друг детства Владимира Путина и человек, на которого вместе с Геннадием Тимченко были записаны виноградники при Путинском дворце. В декабре 2020 года судно якобы продали другому собственнику, российскому акционерному обществу «Аргумент», владельцы которого засекречены. Об этой продаже с иронией говорю не только я. Люди, которые обслуживают яхту, берут старых акционеров и новых в кавычки, когда пишут о них. Второе. Помните, мы доказывали, что на Шехерезаде работают сотрудники ФСО. Вот и на Грейсфулл они тоже работают. Не в смысле, что тоже сотрудники ФСО, а в смысле, что буквально те же самые люди. ФСОшник Сергей Гришин на Шехерезаде работает помощником капитана, а вот он же на Грейсфулл. Вот ботсман ФСОшник Анатолий Фуртель на Шехерезаде. До этого он работал на Грейсфулл. ФСО работают не только рядовые члены экипажа Грейсфулл. Вот Валерия Трач. Она отвечает на Грейсфулл за все поставки, за ремонт, за кадры. Она фактически второй человек на яхте после капитана Александра Можайского. Кроме этого, она еще и его жена. В документах на ее сына, которые нужны для поступления в институт, она называет себя сотрудником ФСО, имеющим воинское звание капитан третьего ранга. Точно так же с Грейсфулл на только что спущенную на воду Шехерезаду в 2020 году мигрировало еще несколько ключевых сотрудников. Главный инженер и главный айтишник, и главная стюардесса в переписке эту массовую миграцию называют процессом отправки людей на новый объект. Ну, так, из такой компании неохота уходить, я понимаю. Это правда. Доказательства три. По морю Грейсфулл ходит кортежем. В сентябре 2022 года она была замечена в водах Эстонии на пути из Петербурга в Калининград в сопровождении российского катера береговой охраны. Путин так боялся, что его вторую яхту арестуют, что на нее даже повесили конспиративное название. Косатка. А следом пустили корабль береговой охраны, находящийся в подчинении ФСБ. Всех посягающих на путинскую яхту были готовы встретить артиллерийская установка, восемь переносных зенитно-ракетных комплексов, четыре пулемета и четыре автоматизированных турельных установки. Также хорошим доказательством принадлежности яхты Путина Путину можно считать американские санкции, под которые она попала. Именно из-за того, кто ее реальный владелец. Ну и отполируем нашу доказательную базу вот этой фотографией. Это кабинет владельца яхты, каюта для работы. На полке стоит макет яхты, за окном судно с эмблемой ФСБ. А на столе... А на столе телефон без кнопок и с гербом. Называется телефон спецсвязи Prestige CB. Согласно сертификату ФСБ, этот телефон может использоваться для работы с информацией под грифом «совершенно секретно» в помещениях органов государственной власти. Точно такой же стоит во всех путинских кабинетах. Слышишь, Антон? Да-да-да. Да, а ты что не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. Просто на всякий случай. Ну, вдруг такие телефоны может купить кто угодно. Мы попробовали заказать себе такой. Написали в несколько мест, в том числе на завод, который их производит. Везде нам ответили, что нет, не продадут. Такой аппарат поставляется только заводом с военной приемкой. Это потому что телефон спецсвязи. А вот этот кусочек видео я вынужден дозаписать отдельно. Дело в том, что когда мы уже монтировали это видео, мы обнаружили, что самое интересное на фотографии – это вовсе не телефон спецсвязи. А самое интересное – это вот этот макет яхты. Дело в том, что макет яхты на яхте – это такое обычное дело. Когда лодка достраивается, ее владельцу вместе с большой лодкой дается еще и маленький ее макет, чтобы хозяин, сидя у себя на яхте, мог любоваться своей яхтой снаружи. В общем, мы такое видели тысячу раз. Но давайте внимательно и посмотрим, что это за лодка. Это вовсе не яхта Грейсфул. Это яхта Шехерезада. Одна из самых больших и дорогих яхт в мире, которая, в общем-то, формально записана непонятно на кого, но мы все-таки доказывали, что это яхта Владимира Путина. Но теперь у нас появилось прекрасное, очень достоверное, такое ультимативное доказательство, что яхта Шехерезада принадлежит Владимиру Путину. В общем, как говорят в том месте, где сейчас арестована Шехерезада, фенита ля комедия, Владимир Владимирович. Теперь, когда сомнений, кто здесь главный пассажир, больше нет, давайте продолжим нашу экскурсию. Раньше мы вам показывали планы дворцов, но в этот раз у нас есть кое-что необычное. Поэтажный, а точнее попалубный план яхты Владимира Путина Грейсфул. Вот он. А вместе с планом у нас есть много фотографий, рендеров и документов, которые помогут нам заглянуть внутрь путинской яхты. Наверху, на так называемой открытой палубе, находится вертолетная площадка. Она может принимать вертолеты массой до трех тонн. Какой-нибудь правительственный Ми-8 не влезет, но вертолет поменьше с комфортом доставит гостя куда надо. Тут же на палубе салон с круглым столом на 12 мест. На плане еще видны винтовая лестница для гостей, лестница для экипажа и яхтенный лифт. Чуть менее заметен отдельный лифт для еды. Справа находится купальная зона. Тут большая ванна и две контрастные купели. Холодная и горячая. Сколько раз мы уже произносили эти слова? Контрастные купели, холодная и горячая. Невозможно уже. Везде, где живет и бывает Владимир Путин, есть такие контрастные купели. Такие есть в каждом его доме от дворца в Геленджике до официальной резиденции в Новоогорёво. Помимо бассейна на его спорта, обязательно принимать контрастные ванны. Очень холодная, очень красивая. Переходим на следующую палубу, на которой находится капитанский мостик. В левой части под открытым небом виден диван и стол. Тут же недалеко лаунж-зона с роялем, тремя диванами и телевизором. Спускаемся ниже, на самую главную палубу. Палубу владельца. Главной изюминкой палубы можно считать вот этот 25-метровый бассейн. Не видите бассейна? Неудивительно. Потому что на самом деле это такой бассейн-танцпол. Буквально аквадискотека. Когда надо, на его месте можно танцевать или смотреть кино. А потом нажимаешь кнопку, пол уезжает вниз и появляется полноценный бассейн. Тут же недалеко. Обеденный зал со столом на 12 человек и камином. Вот так он должен выглядеть согласно плану. Ну а еще правее видим главную хозяйскую зону из двух огромных кают. Уже после войны тут произошел масштабнейший ремонт. Каюты буквально разобрали до стен и построили заново. У Путина в домах всегда есть отдельная спальня для него и отдельная спальня для хозяйки. Так устроена его резиденция на Валдае, так устроен его дворец в Геленджике. И тут тоже две каюты. Мужская и женская. У нас есть фотографии из обеих. Расскажите поподробнее. Нет, я не шучу. Расскажите нам. Сначала к спальне хозяйки. Тут находится кровать. Ее купили за 3,3 миллиона рублей. Матрас еще за 800 тысяч приобрели. И две прикроватные тубочки обошлись еще в 1,3 миллиона рублей. То есть вот только этот спальный гарнитур обошелся в 5,5 миллионов рублей. Такие деньги можно купить в квартиру. Помещение на зоны разделяет специальная витрина-шкаф. Постройка обошлась в 2 миллиона рублей. Диван тоже прекрасный. 4 миллиона. Тут еще есть журнальный столик. Комод, над которым висит картина леса. На полу можно заметить ковер цвета шампанского. Его стоимость воистину королевская. 8,5 миллионов рублей. Тут же книжные шкафы. Традиционно заполненные просто книгами с красивыми корешками. Шкафы обошлись в 3 миллиона. В каюте также есть гардеробная. Прекрасно обставленная дорогой мебелью. А рядом ванная комната. Тумбы под раковины тут обошлись в 3,5 миллиона рублей. А зеркала над ними еще в 2. Висящее на другой стене состаренное зеркало, в которое можно вставить картину, обошлось в 2,2 миллиона рублей. Картина уж не знаем почем. Вот еще снимки душевой и туалета. Мрамором отделали просто все, что видят вокруг. Переместимся из спальни хозяйки в спальню хозяина. В центре комнаты огромная кровать, обрамленная колоннами. Ковер на полу индийский, его площадь больше 100 квадратных метров, а цена почти 5 миллионов рублей. Справа от кровати зона с круглым столиком, где можно посидеть с гостями, а напротив рабочая зона. Здесь такой столик бюро или секретер. Его делали на заказ за 814 тысяч рублей. Перед ним огромный книжный шкаф, где книги подобраны не только по принципу красивой обложки, но и есть со смыслом. Яхту Путина украшает иллюстрированный фотоальбом «Санкт-Петербург», русско-немецкий словарь, а также книга о жизни Петра Столыпина «Я верю в Россию». Ну и, конечно, огромная икона тоже тут. В коридоре можно найти статуэтку Петра Первого и Петропавловскую крепость в миниатюре. А в соседнем от спальной помещении как раз каюта-кабинет с телефоном. Ее мы вам уже показывали. Вся мебель сделана тут, естественно, под заказ. Вот только этот стол обошелся, например, в 1,6 миллиона рублей. По-моему, кого-то обсчитывают. Из кают хозяина и хозяйки по лестнице можно спуститься в спортзал. Кстати, на яхту закупали американские тренажеры для ног компании «Хойст». Как недавно писали журналисты из центра досье, именно такие и никакие другие сотрудники ФСУ требовали установить в бронепоезд Владимира Путина. На этой же палубе размещаются каюты для гостей и экипажа, а также несколько гидроциклов и два катера. Нам пришлось разобрать тысячи документов и всяких счетов с яхты. Мы много чего видели. Да и вообще, тема путинской любви к роспеши нам прекрасно известна. Но есть все-таки несколько покупок, от которых, скажу вам честно, просто глаза на лоб лезут. Для путинской яхты «Грейсвелл» покупали какие-то бесконечные блюдечки по 25 тысяч рублей каждый, фарфоровые цветочки по 50 тысяч рублей штука. Это, видимо, для украшения стола. Только на них потратили 760 тысяч рублей. Одна расческа на яхте стоит 11 тысяч рублей, почти как прожиточный минимум. А как насчет нарт за полмиллиона рублей? Знаете, есть еще такая игра Дженго. Там надо деревянные брусочки аккуратно так вот вытягивать из башни. Такую можете купить за 400 рублей где угодно. Но вот на яхту Путину такую купят за 170 тысяч рублей. Ну и вот еще хорошее. Три бронированных зонтика по миллиону 250 тысяч рублей каждый. Их разработали для президента Франции. Зонт выглядит как обычный, но на самом деле его можно использовать как щит. Защищаться от нападения. Но мы, конечно, собрались здесь не только для того, чтобы полюбоваться интерьерами яхты и в который раз доказать, что Путин просто помешан на себе, на своем отдыхе, на роскоши, развлечениях и прочих вещах, которые, ну, очень не соответствуют его аскетичному имиджу. И сейчас мы расскажем вам историю, которая на самом деле гораздо важнее фотографии, аквадискотеки, бронезонтов, журнального столика по цене нескольких квартир и плавучего бассейна с защитой от рыб. Яхта Грейсвул через несколько месяцев после начала войны была включена в американские санкции. То есть с ней запрещено вести вообще какие-либо дела. Будет уголовное наказание. И вроде как бы задумка санкций в том, что они пытаются наказать Путина, который развязал войну. Но получается, что самого Путина, нашего любителя яхт, эти санкции не касаются вообще никак. Ради ремонта яхты Путина была выстроена сложная система, целая инфраструктура из помощников в Европе, Турции, Дубае, которые в ежедневном режиме помогают обходить американские санкции. И это работает идеально. Им нипочем никакие ограничения. Им нипочем блокировки платежей за границу. Им нипочем блокировки виза с Мастеркард. Если Путину нужны запчасти или роскошная мебель для своей яхты, то самая подходящая схема всегда найдется. Еще до войны в сентябре 2021 года на яхте сломалась сложная техническая штука система МТУ. Говоря по-простому, это такой дисплей, на котором видны текущие параметры двигателей менять. Замену сломавшейся системы запланировали на следующий год, так как спешить в общем-то было некуда. Вторая яхта Шехерезада была вполне себе на ходу. А потом бац! Война, санкции, ареста Шехерезада, яхта снова очень понадобилась. И управляющие начали искать выход. Точнее посредника, готового нарушить санкции. Эстонская компания Бризмарин согласилась не только помочь с их перепрограммированием. В России это делать почему-то не умеют. Эстонский посредник забирает оборудование в Петербурге, находит курьера, просто частное лицо, который отвозит все в Германию на завод и отремонтированное оборудование возвращается в Россию. На дворе минуточку, весна 2023 года, второй год войны. Вы что, там с ума посходили или нет? Последние шесть лет форму для экипажа Грейсфулл покупали в Италии. С 2016 года ее поставляла итальянская фирма Floating Life. Но с 2022 года война и санкции продавать Грейсфулл ничего нельзя. Проблема. От отчаяния возникло даже патриотическое предложение форму экипажа заказать в России, но оно разбило со суровую реальность. Жена капитана Грейсфулл пишет, в России нет рынка для яф и рынка для униформы, все придется заказывать за границей. Как хорошо, что итальянские поставщики оказались очень сговорчивыми. Они без проблем продолжили деловые отношения с управляющим яфтой Грейсфулл. Помогали креативно оформить счет, опуская все компрометирующие детали. Можем ли мы использовать униформу экипажа в качестве описания, спрашивают они. Правильно ли, что мы не должны упоминать название судна. Ах, какие осторожные. А дальше вообще высший пилотаж обхода санкций. Счет несколько раз переделывали. Сначала оформили на российскую компанию управляющую яхтой, но обнаружили, что в России почему-то возникли трудности с международными переводами. Потом на помощь пришла эстонская фирма. На них выписали счет, который на самом деле предназначался для Грейсфул. Итальянцы чтобы не рисковать попросили деньги перевезти не в Италию, а на счет специального агента в Турции, где санкций нет. Вы не поверите, но и это не сработало. В итоге форму оплатила некая фирма из Дубая. После оплаты из Италии товары отправили в Литву, чтобы оттуда доставить в Калининград прямо к яхте. Точно таким же образом везли и другие товары для яхты по маршруту Турция, Литва, Калининград. Наличие двух эстонских фирм в этих разных историях не случайно. Фирму, которая помогает закупить одежду в обход санкций, возглавляет тот же человек, который помогал с дисплеями для яхты. И дела у компании после начала войны пошли в гору. Если в 2021 году оборот составил 432 тысячи евро, то в 2022 уже миллион с лишним, а за первые полгода 2023 оборот дошел уже до 600 тысяч евро. Вы молодец. Правильно. Ну и посмотрите еще на это письмо с красноречивым названием «Отправка снабжения из Турции». Внутри перечень покупок, судовые запчасти, одежда экипажа, много предметов из мрамора и стекла, солнечные очки, какие-то кабели, стиральные машины, деталь для грибного винта и так далее. Странные изготовления. Великобритания, Германия, Швеция, почти все товары из Европы. Все вместе почти 5 тонн на 170 тысяч евро. В приложении фотографии ящиков видим какое-то оборудование, стиральные машины и название совсем другой яхты «Рахиль». Эта яхта, в отличие от «Грейсфулл», до сих пор не находится под санкциями, несмотря на то, что ее реальный владелец, друг Путина, Аркадий Ротенберг. И вот эту яхту используют для маскировки путинских поставок. Вот это да, вот это дружба. Аркадий Ротенберг готов не только дворец на себя записать, но и стиральную машинку и грибной винт на яхт Путину тоже организует. Давайте еще раз подчеркнем, все, абсолютно все задействованные в этих схемах компании, и люди из Эстонии, из Италии, из Турции, из Германии, они все много лет работают с «Грейсфулл» и точно знают, кому сейчас во время войны что продают. Они знают, что это для Путина. Они придумывают замысловатые схемы и камуфлируют платежи. На каждую из этих фирм и сотрудников, участвовавших в обслуживании яхты Путина под санкции, мы обязательно напишем жалобу. Вместо постскриптума разрешите еще одну историю. Из-за того, что все яхты Путина управляются одними и теми же людьми, у нас оказалась еще и куча документов на арестованную Шехерезаду. Но вы знаете, мы смотрели их и так ностальгировали. Яхта-то арестована, там расследовано все, ну все официально, санкции введены. Если объективно, то яхта, скорее всего, так и останется стоять годами в итальянском порту. Ну, может быть, с аукцион ее в лучшем случае когда-нибудь продадут. Но наши бойцы не сдаются, не теряют надежды. Уже больше года экипаж, сидящий на берегу, получает зарплату. Как будто они в Италии работают на яхте. Они в России просто сидят и ждут. Зарплаты выплачиваются наличными. В таблице со списком экипажа прямо указано, кто получит заветный конверт. А чтобы не скучали, все регулярно проходят обучение и сертификацию. Так что и навыки не теряют. 20 миллионов рублей в месяц уходят на содержание экипажа. Ну, значит, и правда считают, что не все потеряно. Что договориться с итальянцами как-то получится, что освободят любимую Шехерезаду, возьмут всех измором. Потому что цена, очевидно, не вопрос, когда речь заходит о любви Путина к яхтам. Давайте еще раз зафиксируем все. Не когда-то там давно, а прямо сейчас, во время войны, на путинскую игрушку было потрачено 3 миллиарда рублей. Два из них на ремонт, миллиард на содержание, на зарплаты экипажу, накладные расходы, связь, хранение в сухом доке, на топливо и представительские расходы. Эти деньги продолжают тратить. Яхта прямо сейчас со специальным сопровождением через весь мир по Северному морскому пути идет в Сочи. Спешит к бархатному сезону. Это просто одна из игрушек, которую Путин использует пару выходных в год. И вот ради этих нескольких дней тратятся миллиарды, украденные из российского бюджета. Вот всегда говорят, надо судить по делам, а не по словам. Так вот вам дела. Смотрите, судите. Говорит Путин по телевизору одно. Он говорит, что идет война, что все должны сплотиться и отдать жизнь за защиту Родины. А делает он совершенно другое. Платит за журнальный столик больше, чем за жизнь солдата, которого он послал убивать и умирать на никому не нужной войне. Вот настоящие приоритеты Путина. Его роскошная жизнь. А все остальные, все остальные это просто расходный материал. И эвакуация эта из Германии срочная. Вот вы только представьте, ну сидят где-то в кабинете Путина, не знаю, там Патрушев, Шойгу, кто еще. И планируют уничтожить страну соседнюю. Планируют стереть с лица земли Украину. А потом кто-то из них такой, ой, батюшки, мужики, про яхту забыли. Срочно вывозим, любой ценой. Война войной, а без яхты, где танцпол, превращается в бассейн. Никуда. Ничего кроме этого Путина и его элиты не беспокоят. На дела смотрите, а не на слова. Друзья, если у вас есть еще какая-то информация о путинских яхтах, о его дворцах, самолетах, бронепоездах, коррупции, присылайте эту информацию нам. Нам все это очень пригодится. Можете отправить нам сообщение анонимно, через специальный сайт. Или напишите нам по электронной почте. Или через телеграм-бота. Ссылки на экране и в описании. И не забывайте, это и все другие расследования, которые выходят на этом канале, они выходят только благодаря вам. Вы можете помочь нам работать еще больше и еще лучше. Если поддержите нас, оформите ежемесячное или разовое пожертвование по этой ссылке. Подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному. Субтитры создавал DimaTorzok